На программу поддержки местных инициатив в Кстовском районе выделено 13 миллионов рублей. Решение было озвучено на минувшем заседании Земского собрания. В связи с этим депутаты одобрили поступление этих средств и внесли изменения в бюджет района. Однако помимо этого депутатов волновали другие не менее важные финансовые вопросы. Насколько я знаю, там арестованы счета в школах и мы не можем до сих пор. Я сразу говорю, что у нас в Чернухе автобус 1 сентября не выйдет и детей подвоз не будет. А у меня подвоз с семи населенных пунктов. Как будут дети учиться, я не знаю. Как будет директор разговаривать с родителями, я тоже не знаю. И до сих пор уже месяц мы не можем перечислить какие-то 63 тысячи. Вот когда это все-таки разрешится и выйдет ли у меня все-таки автобус. Уважаемые коллеги, я хочу сказать о том, что это должно разрешиться к 1 сентябрю лучше за 2-3 дня до того, чтобы все это было проплачено и автобус 1 сентября должен выйти и подвозить детей. Тут в принципе задача одна. Все. Остальное там это все прелюдии, которые вы должны решить до сентября, до 1 сентября. Кроме того, депутаты поинтересовались, когда администрация продолжит финансирование комбината детского питания. Эта организация не коммерческая и занимается льготным питанием школьников из многодетных семей. Финансы, необходимые для работы комбината, выделила городская дума. Но насчет организации они почему-то не поступили. Потому что расходов много, мы должны подрядчикам оплачивать, потому что нам чуть ли не каждый день приходят из прокуратуры письма, где указано, что вот такому подрядчику мы должны срок такой-то оплатить. Если мы не оплатим, соответственно, будет соответственно нет. Мы тоже не можем, соответственно, там не оплачивать, здесь оплачивать. Поэтому мы не пытаемся найти золотую середину, чтобы там оплатить вовремя и некоммерческая организация поддержать. Если средства так и не дойдут до комбината, то школьное питание льготников в предстоящем учебном году под угрозой. Так же, как и отопление детского лагеря «Лесная сказка». Там до начала отопительного сезона необходимо обустроить котельную. У нас был комбинатор, он как бы дал добро из-за резерва фонда выйдет в настоящую новую середину. Кроме того, депутаты обсудили судьбу банкротного водоканала Кстовского района. В этом году у него сменился конкурсный управляющий. 9 июля было принято решение о передаче сетей водоснабжения и водоотведения на баланс администрации. Сейчас коммуникации сданы в аренду. С 15 августа 2018 года данные имущества переданы по аренду ОАО «Нижегородский доконал» сроком на 11,5 месяцев. Одновременно с проведением данных мероприятий администрация вынуждена решать вопрос о дальнейшем передаче имущества. Один из вариантов – концессионное соглашение. В этом случае инвестор будет реконструировать сети и получать прибыль от их использования. Чтобы заключать такие соглашения, администрации района необходимы полномочия. Депутаты эти полномочия утвердили и отметили, что соглашение нужно заключать по конкурсу. Также на заседании выбирали почетных граждан Кстовского района. Было представлено три кандидатуры. Алексей Запоев – зампредседатель земского собрания, глава МСУ Чердухинского сельсовета. Александр Лобанов – зампредседатель общественной палаты Кстовского района. Елена Смирнова – врач-кардиолог Кстовской ЦРБ. По результатам тайного голосования всем трём кандидатурам присвоено звание почетного гражданина Кстовского района. Евгений Кузьмин, Андрей Ерастов, СВИЗИС-ТВ. Следующий вопрос у нас.